Решил посмотреть видео Ивана Бера с вызывающим заголовком «говноеда». Поехали. Мои подписчики попросили меня разобрать очередное видео Павла, в котором он утверждает, что в период снижения уровня жировой прослойки не стоит отказывать себе в сладком. Он прав. Павел прав. Худеть можно на чем угодно. Главное условие – это дефицит калорий в рационе. Верно. Дефицит калорий – это главное условие похудения. Будучи дипломированным нутрициологом, я обязан здесь пояснить. Нутрициолог должен оценивать углеводные продукты по следующим критериям. Так, не только углеводы и не только по этим пунктам. Как же удовольствие от еды, Иван? Как же психологическое удовлетворение? Далеко не всегда так, но предположим. Хорошо, хоть не ядом назвал. Димонизация продуктов питания – это прямой путь к РПП. Продукты с высоким содержанием сахара относятся к маркерам эмоционального переедания. Чем больше у вас рационе, тем больше их хочется. Тут не прямая зависимость. Человеку сложно контролировать свое пищевое поведение, когда он питается такими продуктами. А еще сложнее человеку контролировать свое пищевое поведение, когда он делит продукты на черно-белое, запрещает себе все вкусное, маркирует вкусняшки, как говно-еду. Это прямой путь к срыву, к психологическим качелям, к самобичеванию, что я такой ничтожный, я не выдержал эту диету, я слабак. В итоге к набору еще большего веса. И в итоге к полному забрасыванию попыток вообще худеть. И поэтому нормальные нутрициологи при составлении рациона питания исключают такие продукты. Нормальные нутрициологи, наверное, не слышали про РФПП и не знают, что такое баланс в питании. Исключать ничего не надо. Ограничивать возможно.